Коль музыка поэзии близка, И как сестрою с ней соединима, Любовь меж нами будет велика, Одна тобой, другая мной любима. Шекспир Не сразу всё устроилось, Москва не сразу строилась, Слова Москва не верила, А верила любви. Снегами запорожено, Листвою заворожено, Найдёт тепло прохожему А деревцу земли. Александра, Александра, Этот город наш с тобою, Стали мы его судьбою, И глядите его лицо, Что в ней было вначале, Удалит он все печали, Вот и стало обручальным Нам садовое кольцо. Когда я слышу пение Татьяны Сергея Никитина, Я всегда испытываю какое-то блаженное, я не боюсь этого слова, чувство. Такое ощущение, что тебя подхватывает поток, состоящий из замечательных стихов, Из нежной, мелодичной музыки, и несёт к чему-то очень доброму и очень прекрасному. И я сегодня, честно признаюсь, очень рад, что мне выпала приятная обязанность Рассказать об этом своеобразном музыкальном дуэте. Легко говорить о них, мне во всяком случае, потому что, ну, они мне очень нравятся. Я их друг, я очень люблю, как они поют. Я, как говорили в старину, их, кстати, верный и давнишний обожатель. А трудно говорить о них, потому что, ну, они не вписываются в какие-то такие привычные явления нашей культурной жизни. Ну, они не профессионалы, они вроде как бы самодеятельность, что ли, Потому что и Таня, и Сергей кандидаты физико-математических наук. Мне кажется, что Татьяна и Сергей создали свой какой-то неповторимый, единственный такой уникальный стиль исполнения. Они поют, во-первых, невероятно синхронно, музыкально. Они прекрасно доносят стихи поэтов, которых они исполняют. А сейчас я пойду к ним, пока они там репетируют и, значит, готовятся к нашей передаче. Ну, час пробил, как говорится. Значит, сейчас будем разговаривать. Да здрасте, как будто мы не виделись с вами вообще до передачи, как будто нас не томили тут долго, устанавливая осветительные приборы, чтобы мы выглядели как можно более хорошо. Что касается Танюши, тут, по-моему, проблем никаких нет. Нам с Серёжей, конечно, это уже сложнее. Ну, Ильдар Александрович, не напрашивайтесь на комплименты. Я на комплименты не напрашиваюсь. Я, значит, хочу, чтобы мы сегодня действительно поговорили бы о том, чем отличается вот ваш творческий дуэт, скажем так, от каких-то других исполнителей, авторов. То я думаю, что он отличается тем, что вы поёте поэзию, стихи. Вот главное, то есть это приверженность к замечательной русской, советской, в первую очередь советской поэзии. Да, совершенно верно. Для нас самое главное — это слово, самое главное — это стихи. И самое главное — то, о чём мы поём. Вот. А гитара, та мелодия, которую я сочиню, какие-то нюансы исполнения — это всё средства для того, чтобы донести вот наши отношения, наше понимание того или иного стихотворения. В своё время была замечательная книга, напечатанная Льва Гинсбурга, переводчика нашего известного. Да, да. Разбилось лишь сердце моё название. Да, разбилось лишь сердце. Декрасное. Да. И вы знаете, как это ни странно, вроде бы речь в этой книге шла о работе переводчика, о поисках того единственного, вот, ну, самого верного, самого ёмкого и точного слова, которое человек ищет при переводе на русский язык. На самом деле, я вот тогда как раз подумала, что то, чем пытается заниматься Сергей, оно сродни вот этому, вот этой работе переводчику. Просто тут переводится на язык музыки, на язык песни, немножко на другое. Но, по сути дела, это, в общем-то, процесс, наверное, похожий. Есть в вокальной вообще музыке, когда поются стихи, есть два крайних случая. Один крайний случай – это ария, когда действительно… Слова уже почти не имеют никакого значения. Слова растворены. Другой случай – речитатив. Только вот то, что мы делаем, это речитатив. Вот здесь можно один такой пример… Ну, это невероятно, это ближе к речитативу, может быть, но это не речитатив. То есть, есть, конечно, у вас эти песни речитативного порядка, но большая часть они… Нет, травма. Но когда они валют… Я думаю, что вы посередине всё-таки. Ну да, но всё-таки мы основываемся на речевых интонациях. Даже если и получаются иногда какие-то мелодичные вещи, но всё равно эти мелодии я пытаюсь основывать на речевых интонациях, потому что я пытаюсь извлечь из самого стихотворения эту мелодию. Я его читаю вначале на разные лады и пытаюсь из речевого исполнения, из речевых интонаций извлечь эту мелодию. Вот это вот… Во всяком случае, ритмику, безусловно, найти, размер, вот разбиение – это только из чтения. Это раз. И второе, всё-таки то, что мы делаем, носит очень такой камерный, интимный характер, личный. И вот здесь мне хотелось бы привести простой очень пример. И эти две мелодии все знают. В стихотворении «Однозвучно гремит колокольчик». Мы знаем две разных мелодии. Первая мелодия такая. «Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И уныло по ровному коду развивается песня пянущика». Вот мы видим, что здесь автор музыки пытался изобразить вот этот простор, это поле, то есть какой-то внешний ряд, изобразительный ряд он пытался выразить. И вот эту вещь можно представить себе в исполнении большого хора, с использованием инструментальных красок. «Опермопевца» «Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И уныло по ровному коду развивается песня пянущика». «Здесь мы видим человека, который поет это для себя, и все это у него внутри». «Вы следуете в этой традиции». «Да, то, что мы делаем, это очень убедительный пример, потому что сразу все становится понятно». «Мы включили в нашу передачу фрагменты, снятые на концерте Татьяны Сергея Никитина». Сергей пишет музыку на стихи Лермонтова и Йота, Багрицкого и Светлова, Гвардовского и Левитанского и многих других поэтов, как классиков, так и современников. Сейчас исполняется сонет Шекспира номер 90, в переводе Самуила Яковлевича Маршака. «Уж если ты разлюбишь, так теперь, Теперь, когда весь мир со мной в раздоре, Будь самый горький из моих потерь, Но только мне последней каплей горя. И если скорбь дано мне превозмочь, Не наноси удара из засады, Пусть бурная не разрешится ночь, Дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею, Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, Что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда, Твоей любви лишиться навсегда. Серёжа, спойте, пожалуйста, песню «Снег идёт» на стихи поэта, которого я невероятно чту, Бориса Леонидовича Пастернака. Мне бы хотелось, чтобы мы сейчас перешли к нему непосредственно. Его влияние на современные поэтики безграничное. Многие даже не подозревают, что они испытывают это влияние. В фильме «Ирония судьбы» вы пели песню на стихи Пастернака, Которую написал Михаил Тараверди. Там вы выступали как исполнитель, да и тот, но со чужим лицом. Значит, но со своим голосом. Ну, вы знаете, вот что касается Пастернака, То здесь, конечно, очень сложно композитору что-нибудь сочинить, потому что его стихи, когда просто прочитаешь, уже содержат столько музыки, они настолько насыщены ритмически и мелодически, просто при прочтении. Пастернак сам музыкант в какой-то степени был, и поэтому своя музыка, в общем... Да, он был знаком со Скрябином. Конечно, конечно. Это не могло не отразиться на его поэзии. Вот это стихотворение очень давно знаю и любил его всегда. И оно уже было для меня чем-то вроде наваждением. В этом стихотворении Бориса Пастернака «Снег идет» самое главное было ощущение движения. Снег идет, время идет, жизнь идет, жизнь продолжается. Снег идет, снег идет к белым звездочкам, В Буране, в Сиасе, цветы гераль, За оконный переплет. Снег идет, снег идет, все пускается в полет, Черные лестницы, ступени, перекрестка, порог. Снег идет, снег идет, Словно падают не хлопья, А в заплатанном салопе. Сходит на землю небо, Словно свитом чудака Сверхней лестничной площадки, Краплючись, играя в прятки, Сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, Не оглянешься из святки, Только промежуток краткий, Смотришь так, и Новый год. Снег идет, снег идет, густой-густой, В ногу с ним, с топами тени, В том же темпе, с ленью той, Или с той же быстротой. Снег идет, снег идет, Снег идет, и все в смятенье, Убеленый пешеход, Удивленый растенье, Перед крестка, поворот, Снег идет, снег идет, Снег идет, снег идет. Наша передача, она посвящена поэзии и тому, как вы ее чувствуете, видите, Как вы ее передаете в музыке и в исполнении этих, так сказать, этих песен. И вся ваша творческая жизнь связана с целым рядом поэтов. Причем на стихи некоторых поэтов Сережа пишет песни, вы их исполняете. Но есть, так сказать, и один поэт, Кого вы просто любите, дружите с ним и исполняете. Это Булат Шалович Акуджава. Булат Акуджава – это просто часть нашей жизни. Ну вот я гитару в руки взял, когда еще был школьником, С единственной целью – петь песню Булата Акуджавы самому. Музыка в лесу под деревом наигрывает вас, Он наигрывает вас, то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, Но вы глядите на него, а он глядит в пространство. Целый век играет музыка, затянулся наш пикник, Тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают. Музыкант приник, губами хвлеть, я бы к вам приник, Но вы, наверное, тот родник, который не спасает. А музыкант играет в раз, и он не видит ничего, Он стоит в столу березовую, прислонясь плечами. И березовые ветки вместо пальцев у него, А глаза его березовые, строгие, печальные. Целый век играет музыка, затянулся наш роман, Он затянулся в узелок, горит он, не сгорая. Ну, давайте ж успокойся, разойдемся по домам, Но вы глядите на него, а музыкант играет. Скажите, а вот я знаю, что, так сказать, там К фильму «Буратино» было написано, Было там несколько песен, это, значит, и музыка, и текст. Но в фильм вошла музыка Алексея Рыбникова, Прекрасного композитора замечательного. Но, значит, я знаю, что вы знаете, Оригинальный, что ли, вариант, написанный Акуджавой. Может быть, вы познакомите телезрителей с этим? Потому что эти песни не все знают. Можно говорить, что Акуджава написал эти песни Даже не к фильму «Приключения к Буратино», А просто к сказке. Потому что какие-то песни были написаны Даже помимо этого фильма. И сейчас это вырастает в отдельное, что ли, Произведение, все это в целом. Булат Шалович написал песенку для черепахи Тартилы. Не все это золото, не все это золото, Хоть и сверкает, и даже звенит. Не все это золото, не все это золото, Хоть и сверкает, и даже звенит. Можно театр по золотой покрыть, Можно коврами весь полу стелить, Но вдохновение для представления Разве возможно за деньги купить? Чистое сердце дорогу готовь, Древняя мудрость годится вновь, Не покупаются, не покупаются Доброе имя, талант и любовь. Не покупаются, не покупаются Доброе имя, талант и любовь. Какая умная черепаха-то оказалась, просто прелесть. Долго жила. Да, накопила кое-какие размышления о жизни. Скажите, вот когда вы поете, Вы прислушиваетесь к актерскому исполнению Того же стихотворения? Часто так бывает, что те стихи, которые мы поем, Мы слышим в исполнении просто актеров. Ну, в частности, Сергея Юрского. В том числе он еще исполняет «Балладу о королевском бутерброде» Алана Милна в переводе «Маршака». У нас есть такая песня. Очень было интересно сопоставить два этих исполнения. В общем-то, мы тоже исполнители, только с помощью. Ну, тут ситуация такая. Раз назвали, значит, исполняйте. Да, ну, конечно. Но «Балладу» мы не снушим сейчас. Не потянете, что ли? А это, в общем, маленькая опера. Ну, дай попробуем, ладно. Ну, попробуйте, может, вдруг что-нибудь и выйдет. Нет, так не... Ну, нет. Да, вот здесь как раз требуется Для исполнения этого произведения Оперный бас или оперный баритон, Клараторная сопрано. Ну, где-то мы намеком будем делать, Ну, конечно, в данных-то есть. Король его величество просил Ее величество, чтобы ее величество Спросила у малышницы, Нельзя ли доставить масло на завтра королю? Нельзя ли доставить масло на завтра королю? Придворная малышница сказала, Разумеется, скажу, скажу, Поробе покулы я не сплю. Придворная малышница пошла к своей корове И говорит, корове, лежащим на полу, Ее величество, известное количество Отборнейшего масла доставить к их столу. Отборнейшего масла доставить к их столу. Придворная корова Отвечала с парасунья. Скажите их величеством, Что мече очень многие, Двуногие безрогие Предпочитают Вермина, а также по стилу. Король его величества, Наверно, будет враг. Тотчас же. Тотчас же королева Пошла к его величеству И как бы, между прочим, Сказала, нет, папа, Неизвестно, чем кончилась детективная же история. Наверно, будет враг. Тотчас же королева Пошла к его величеству И как бы, между прочим, Сказала, не папа. Ах да, мой друг, Папа, пату, Обещала, Мама, Отслах, Обещали, Так, правда, папа, На завтрак Мармелла. Король воскликнул, Лупить король сказал, О, Боже мой, Король столкнул, О, Господи, И снова лег в кровать. Никто, никто сказал, Никто меня на свете Не называл капризным, Просил я только масло На завтрак не подать, Просил я только масло На завтрак не подать. Король воскликнул, Масло, Отличнейшее масло, Прекраснейшее масло, Я так его люблю. Никто, никто сказал, И вылез из кровати, Никто, никто, сказал, Он спускаюсь из голодей, Никто, никто, сказал, Он копыли в руки мылом, Никто, никто, сказал, Он спускаюсь по перилам, Никто не скажет мне, Что я тиран и сумас в рот, За то, что в завтраку Люблю хороший бутерброд. Никто не скажет мне, Что я тиран и сумас в рот, За то, что в чай Я люблю хороший бутерброд. Ну, слава, что хорошо, я очень переживал. А то, что вы все время забыли, даже не страшно, потому что мы знаем начало и знаем, чем кончилось. Ну что ж, пойдем дальше. Сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о Дмитрии Сухареве. Насколько я понимаю, это поэт, он тоже-то стученый. Я хочу, чтобы вы о нем рассказали и спели бы песни, которые вы писали на его стихи. К примеру, Брич Мула, мне очень нравится. Ну, с большим удовольствием мы это сделаем, тем более, что эта песня связана со Средней Азией. Со Средней Азией вот нас, Татьяна, связывают многое. А Дмитрий Сухарев сам родился и детство провел в городе Ташкенте. И вот под Ташкентом есть такой кишлак, который называется Брич Мула. Вы знаете, Эльдар Александрович, мы бывали в этих самых Чемганских горах, неподалеку от Брич Мула, и там совершенно замечательно. Советуем вам тоже туда съездить. Сладострастная трава, золотая Брич Мула, Брич Мула, Брич Мулою. Про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Брич Мула, Брич Муле, Брич Мулою. Был и я мальчуга, и в те годы не раз про зеленый Чемган. Слушал мамин рассказ, как возил детвору Брич Мулу Тарантас. Тарантаз назывался Орвою И душа рисовала картины в тоске Будто еду в Орве на своем пешаке Ащинганские горы царят в далеке И безумно прекрасны собою Но прошло мое детство, июнь прошла И я понял, не помню какого числа Что сгорят мои годы и вовсе на тла Под пустые, как дым разговоры И тогда я решил распроститься с Москвой И вдвоем со своей еще и вдовой В том краю провести свой досуг трудовой Где сверкают Чинганские горы Сладострастная подрава Золотая ричмула, где чинара Притулилась под скалою, под скалою Кран тебя жужжит над духом Вечная пчела В ричмула В ричмуле, в ричмуле, в ричмуле Мы залезли в талки и купили арбу Цеприки и шака со звездой волку И вручили свою отпускную судьбу И шакузно так у Туркестана А на Крымском озву вдруг задыло в груди Я с арбы расглядел сквозь туман и дожди Камчинганские горы царят впереди И забуды сверкают чеканно С той поры я арбу обживаю свою И вдвою в пути небольшую семью Будапешт и Калуга, Париж и Гильбью Любовались моею арвою На Камчатке и шаг гадит в полынью Мои дети орут, а я песню пою И чеканно свещает дорогу мою И безумно прекрасен собой Сладострастная трава Золотая ричмула Вечная притулилась под скалой А скалой про тебя жужжет над ухом Вечная пчела Причмула, бричмулы, бричмуле Причмуло, бричмулою Про тебя жужжет над ухом Вечная пчела Причмула, бричмулы, бричмуле Причмулою Замечательно. И вот тогда же мы и познакомились, когда поступили в университет. Но он уже кончил университет. Да, он уже был даже кандидатом в науку. А сейчас он доктор наук. Сейчас доктор наук. И занимается тем, что пишет стихи. Тоже свободно от основной работы в Леве. Ну, он член Союза писателей. Мы получили недавно письмо от Дмитрия Антоновича. Он на Белом море занимается научной работой напряженной. И с радостью пишет, что вот там, на Белом море, у него пошли стихи. В общем, мы познакомились с Дмитрием Антоновичем, когда он уже был маститым ученым. И много чего сделал для написанной поприщи. Ко времени нашего знакомства стал еще членом Союза писателей. У него вышло вот к тому времени два сборника стихов. Вот сейчас мы споем стихотворение Дмитрия Сухарева, которое называется «Две женщины». И это стихотворение поэт посвятил двум близким родственницам. Две женщины проснулись и глядят Проснулись и глядят в окно вагона Две женщины умылись и сидят Друг дружку наряжают благосклонно Цветами примеряют кружева Им так охота выглядеть красиво Одна из них так платьев износила Она пять лет на свете прожила Одна пять лет на свете прожила И повидала разного немало Другая пять смертей пережила И пять свой десятка разменяла Разменяла Две ясности для хитрых простаты Играют в дурачка на нижней полке А сам дурак лежит на верхней полке Заглядывая в карту с высоты Там на заход валитик желтароты Там на двое четыре короля Там козырями черны под колодой Там за окном летучая земля И карты сообщают так немного И так земля летучая легка И так длинна, так кратка дорога Что можно спать не слушая водка Когда я вижу растущий интерес к творчеству Никитина Вместе с радостью приходит какое-то чувство удивления И отчасти даже тревоги Потому что на самом деле в их творчестве Изначально заложено, как мне кажется, некоторое противоречие Внутреннее противоречие, которое, казалось бы, трудно И невозможно преодолеть И вот удивительно, что они его преодолевают Я имею в виду противоречие между атмосферой студенческого, коллективного, импровизированного творчества Вот той атмосферой, из которой они, собственно говоря, выросли И я тоже А во-вторых, то, что работают они с литературным материалом Который вовсе не предназначен для такой роли А является предметом чистой лирики, поэзии То есть ориентирован на одного человека На читателя На интимное его Его интимное ознакомление с текстом На то, что этот человек будет сам читать Сам выберет то, что ему нравится На сосредоточенность и углубленное проникновение в любимые стихи И то и другое сохранить в песнях, мне кажется, очень трудно Но Никитины это делают Мне кажется, что здесь дело в любви В том, что они занимаются любимым своим делом И они любят не просто петь И не просто любят литературный материал, поэзию, те стихи, которые они поют Но они и любят людей, к которым они обращаются Для них эти люди всегда не просто публика Там публики больше, публики меньше Есть такое отношение выступающих к слушателям Но они приходят выступать Как бы себя настроив на то, что они идут на встречу с личными знакомыми Со своими друзьями И обращаются как бы отдельно к каждому человеку Который живет теми же чувствами Имеет те же проблемы в жизни, что и они Скажите, вот я знаю, что большая, так сказать, часть вашей жизни Связана с Юной Петровной Морец Вот что, чем она отличается от других поэтов? Что именно вас привлекло в ее? Чем она вам близка даже, я бы сказал так Привлекает отточенность и изысканность стиля поэтического Юны Морец У нее нет ни одного случайного слова в стихотворении Каждое слово имеет только одно единственное место И этому слову невозможно найти никакое другое, которое бы лучше и точнее выражало мысль и чувства Потом, мне кажется, у Юной стихи необычайно, да Необычайно живописная Она очень чувствует цвет И ее стихи, когда читаешь, когда там какая-то гроздь Фонтаны били голубые И фонтаны били голубые, и розы красные Это все рождает, кроме, так сказать, эмоционального отклика Еще яркий зрительный образ Мне кажется, это тоже свойство именно вот Юниной поэзии У нее есть ряд приемов, которыми она с удовольствием пользуется И эти приемы, например, какой-то повтор какой-то строки Создает магию, какую-то колдовскую в результате вот этот круговорот одной строки Он завораживает настолько, что вот продернутой, как она назвала вот одну свою книгу, суровой нитью Просто вот нитью идет вот какая-то строка, на которую нижится еще что-то, еще что-то На полянке, на ордылке, на полянке Так бурликал на полянке Тот ручей, где я играла На ордылке, на полянке Тихо музыка играла Я как раз посерединке жизни собственной стояла На полянке, на ордылке Тихо музыка играла Я снаружи и с изнанки ткань судьбы перебирала На ордылке, на полянке Тихо музыка играла Тихо музыка играла На полянке, на ордылке Мама стекла потирала Дела обнимку мы на снеге Бумазикой вытирала Просветляла в облитянке Тихо музыка играла На ордылке, на полянке Это было на стоянке Душу ветром пробирала На ордылке, на полянке Тихо музыка играла Тихо музыка играла На ордылке, на полянке Тихо музыка играла И сколько лет вы уже пишете стихи, то есть пишете музыку на стихи Юны Петровны? Скажите, как вот вы познакомились с ней, с чего начался ваш творческий союз? В журнале Юность в 65-м году была опубликована подборка ее детских стихотворений А потом мы уже познакомились и как-то открыли для себя ее взрослую поэзию И вот началось такое содружество творческое Результатом этого содружества была пластинка, которая несколько лет назад вышла Юна Морец там читает сама свои стихи И там звучит несколько песен в нашем исполнении Кто так светится? Душа Кто ее зажег? Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок Кто так мечется? Душа Кто ее обжег? Смерч летящий и свистящий ледяной дружок Кто там со свечой? Душа Кто вокруг не знала? Один рыбак, один моряк из ее села Один рыбак, один моряк из ее села Кто там на небе? Душа Почему не здесь? Возвратилась к бабкам, деткам И рассказывает предкам, все как есть А они говорят, не беда И тоской ты по ногам, по рукам Ты зато теперь душа, ты звезда Всем на свете морякам, рыбакам Кто так светится душа, душа Кто ее зажег? Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок Детский лепет, нежный трепет, маковый лужок Замечательно, мне очень понравилось Есть предложение, страничка, посвященная Юнии Петровне, не подходит к концу Потому что у нас еще впереди есть целый ряд детских ее тихотворений Которые написаны с юмором и очень популярны Сейчас мы попробуем напомнить вам и нашим дорогим зрителям Вот эти песенки И я попробовал сочинить из этого нечто вроде пупури или сюиты Но здесь мне потребуется и Танина помощь И ваша, Эльдара Александровича Моя? Я попрошу вас сыграть на некоторых музыкальных инструментах Вы все время говорите, что вы очень музыкальный режиссер Любите музыку и так далее Я не умею ни на каких музыкальных инструментах играть Я думаю, что сумеете Если вы любите музыку, то сумеете Я там приготовил небольшой инструментальный парк Попробуем? Ну да, давайте Только вы мне покажете Потому что я ответственности не несу Она вся будет на вас Хорошо Ну пойдем посмотрим, что там Пошли, пошли, пошли Пошли Пожалуйста, вот я вам здесь приготовил группу инструментов Это в основном детские музыкальные инструменты А что я должен делать? А вот это вот вам все приготовлено С вами просто для разминки попробуем спеть Ну, например, стихотворение Агнии Барто Идет бычет качается, знаете, да? Да, конечно Подпевай тоже А я что должен делать? Так В дуночку эту Вот в двух местах, где мы вам кивнем Так Вы дунете и получится то, что нужно С дырками что-то Вот все наложить пальцы Вот так Идет бычет качается, вздыхает на ходу Ой, доска кончается, сейчас я упаду Боего Замечательно Правильно, да? Да Ну, я думаю, что уже у нас, как говорится, все Отберете в оркестр? Обязательно Берем Я вам сейчас такое наиграю Сейчас попробуем сыграть ту сюиту на детские стихи Юна Мориса Это пока положите и вот на этом сыграйте На четвертую, на шестую будете Вот так вот Стучать, да Как раз получится ре и фа, то, что нам нужно Пожалуйста, здесь Пони девочек катает Пони мальчиков катает Пони бегает по кругу И в уме круги считает Порощик Галиновый, порощик Осиновый На именинах щенку В шляпе у Полиновой шел ежик резиновый С дырочки в правом боку Были у ежика зонтика, дождика, шляпы и пары голов Божьи коровки цветочной головки Ласково кланялся Давайте сначала Другие, другие слова Я правильно свистил? Да, все правильно Это мы неправильно спели Правильно, но в два раза И это с другим архистрантом Порощик Галиновый, порощик Осиновый На именинах щенку В шляпе у Полиновой шел ежик резиновый С дырочкой в правом боку Небо лучистое, облако чистое На именинах щенку Ежик резиновый шел И насвистывал дырочкой в правом боку Дыркой в боку свистел С дудочкой дальше или что-то другое теперь будет? Дальше теперь возьмете вот этот треугольник На лугу стоят овечки Шерсть закручена в колечки И играет для овечек На свирели человечек Это Ванечка-пастух У него хороший слух Очень хороший слух Точно, сейчас придется за рояль садиться Мне? Да, попробуйте Это только по приговору народного суда И то вряд ли получится Слоника, слоненок и слон Устали стоять в зоопарке И в море уплыли на синий байдар Слоника, слоненок и слон Да, да, унеслись Да, да, унеслись вон туда Слоника, слоненок и слон Слоника, слоненок и слон Да, 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 унеслись вон туда Не секрет, что друзья не растут в огороде Не продашь и не купишь друзей И поэтому я так бегу по дороге С патефоном волшебной в тележке своей А грустное мычание Под бодрое рычание Подружеское ржание Рождается на свет Большой секрет для маленькой Для маленькой такой компании Для скромной такой компании Огромный такой секрет Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака хватает зубами за пятку Собака съедает гражданку лошадку И с ней гражданина кота Когда проживает собака не в будке Когда у нее забывает в желудке И каждому ясно, что эта собака Круглая сирота Никто не хватает зубами за пятку Никто не съедает гражданку лошадку И с ней гражданина кота Когда у собаки есть будка Миска, ошейник, луна и в желудке сосиска И каждому ясно, что от собаки не круглась рота Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни, от жизни собачей Собака бывает кусачей Собака несчастная очень опасна Ведь ей не везет, в этой жизни ужасно Ужасно, как ей не везет Поэтому вает она, как собака Поэтому злая она, как собака И каждому ясно, что эта собака Всех без разбору грызет Прекрасно собака, свящая в будке У ней расцветают в душе забудки В желудке играет фарнет Но шутки из бродячей собакой безгломной Опасной, особенно полночет темной Вот самый собачий, вот самый огромный Огромный собачий секрет Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни собачей Собака бывает Кто согласен, подпевайте Я согласен Кусачей Собака бывает кусачей Только от жизни собачей Только от жизни собачей Собака бывает кусачей Я лично весь взмок Потому что напряжение было... Я теперь понял Для чего вам нужно было Мое участие в этой передаче Просто вам нужно было Скоро-то петрушку сделать Премьера прошла очень успешно И какие, понимаете, биотоки Побудительные причины Вот почему это, а не то стихотворение Ну, вы знаете, конечно Сама жизнь, она как-то подсказывает Вот желание что-то написать Именно высказаться на эту тему Или на другую тему И вот ищешь среди стихов Других поэтов Что-то созвучное Именно тому, что происходит Сейчас с тобой Но вообще, конечно Объяснить, как это получается Очень сложно Мы можем любить и уважать Какого-то поэта Ну, вот его присвоить себе Просто не можем Потому что поэзия Это дело очень личное Либо это просто Ложится во все, так сказать, поры души Либо, так сказать, ты понимаешь Что это что-то не ложится Так что это... А в качестве материала для песен Могут служить совершенно разные стихи Потому что сама песня Вообще очень многообразное явление Это может быть и чисто поэтическая песня Вот о которой мы сегодня в основном говорим Или песня, которая смыкается с народной песней И тогда поэтический текст Может содержать в себе много воздуха Иногда даже вообще Несколько строк Несколько строк Несколько слов Могут составить материал для песни Вот такой пример из кинофильма Служили два товарища Помните, там поет Ролан Быков Вот пуля пролетела И ага Вот пуля пролетела И товарищ мой упал Все А за этим... А это получилась действительно песня И за вот этим несколькими строками Пропетами Стоит судьба этого человека И судьба вообще всего его поколения И еще очень много чего Оказалось бы, что три слова Бывают какие-то такие внешние толчки Которые заставляют Вот лицом к лицу становиться С поэзией, с поэтом Вот так было со Шпаликовым Потому что ведь мы узнали Сначала о том, какой это был человек От друзей, которые с ним общались И после этого, когда буквально Надиктовано было несколько стихотворений Уже вот раскрыли книгу Но все-таки Вот внешние обстоятельства Это, в общем, все вторично Самое главное, когда ты берешь В руки уже стихотворение И видишь, что это твое Вот так вот было действительно Со Шпаликым Когда мы в конце концов К нам в руки попала эта книга Просто вот буквально Каждое стихотворение Ощущалось нами как свое И хотелось это петь И поэтому было написано Вот много музыки На стихи Геннадия Шпаликова Прощай, садовое кольцо Я опускаюсь, опускаюсь И на высокое крыльцо Чужого дома поднимаюсь Я вижу вас, я помню вас И эту улицу ночную Когда повсюду свет погас А я по городу качу Прощай, садовое кольцо Я опускаюсь, опускаюсь И на высокое крыльцо Чужого дома поднимаюсь Чужие люди отворя Чужие двери с недоверием А мы отрежем и отмерим И каждый вздох И чуждый взгляд Прощай, садовое кольцо Товарищи, родные плечи Я вижу строгое лицо Я слышу правильные речи А мы ни в чем не виноваты Мы постучались Ночь к вам Как все бездомные солдаты Что просят кровь под вором Я вижу вас, я помню вас И эту улицу ночную Когда повсюду свет погас А я по городу качую Прощай, садовое кольцо Я опускаюсь, опускаюсь И на высокое крыльцо Чужого дома поднимаюсь Прощай, садовое кольцо Замечательная песня Просто замечательная И такая какая-то вот щемящая И должен вам сказать, что она хоть и грустная Но она, вот, кстати, печаль моя светла Понимаете, она очень грустная И вместе с этим она какая-то светлая И добрая Наверное, то, что основная, что ли, профессия Геннадия Шпаликова была киносценарист Это казалось и на его стихах Потому что каждое его стихотворение Это как бы маленький сценарий Я был знаком с Геннадием Шпаликом Это был очень добрый человек Невероятно просто, ну, такой внутренней нежности Душевной расположенности к людям Это был замечательный писатель, сценарист Но стихи он сочинял просто так, как бы Между прочим, для себя Это не было, не было, то есть работа Он этим не зарабатывал, он их не публиковал И, в общем, при жизни его мы знали Только вот песню «Я шагаю по Москве» на его слова В фильм, который он сценарий написал Скажем, песню, значит, которую в фильме «Рабочий поселок» Поют, значит, там на титрах Геннадий Шпаликов вообще и в кино в наше, и в общем, и в поэзию Принес какой-то еще очень, так сказать, современный его времени импрессионизм Какое-то вот мимолетность ощущений, чувства, настроения Вообще какого-то освещения Каких-то таких нежных нюансов души Вы знаете, я хочу сказать еще вот о чем Что Геннадий Шпаликов был замечательным другом Понимаете, это был такой верный, надежный человек И я знаю, что у него много стихотворений, посвященных друзьям Вообще-то с чувству дружбы Людей теряют только раз И след себя не находят А человек, гостив у вас, прощается И в ночь уходит А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Пока он площадь переходит Его немедленно вернем Поговорим и стол накроем Весь дом вернем, перевернем И праздник для него устроен А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Пока он площадь переходит Пока он площадь переходит Людей теряют Только раз И след теряют Не находят А человек Гостив у вас Прощается И в ночь уходит А если он уходит А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Пока он площадь переходит Мне кажется Что это стихотворение И эта песня Вот они пронизаны Какой-то добротой И какой-то такой Душевной отзывчивостью Вообще-то Понимаете Так нацелены на Коммуникабельность В самом лучшем смысле Этого слова Ну что еще О шпаликами у вас есть? Я к вам травою прорасту Первая строчка Этого стихотворения И вот здесь В этом главное И вот как нам кажется Эта песня Прямое отношение Имеет К жизни Шпаликова После его ухода Физического Потому что Так получается Что известность его Сейчас только растет Только люди узнают Его Творчество Как писателя Как поэта И вот я Попытался Сделать так Чтобы мелодия Как бы Прорастала Из стихов Я к вам Травою прорасту Попробую К вам дотянуться Как почка Тянется к листу Вся в ожидании Проснуться Однажды утром Зацвести Пока ее Никто не видит А уж на ней Роса блестит И сохнет Если солнце выйдет Оно восходит Каждый раз И согревает Нашу землю И достигает Ваших глаз А я ему Уже не внемлю Не приоткроет Мне оно Опущенные Тяжко веки И обо мне Грустить смешно Как о реальном Человеке А я Осенняя Трава Летящая По ветру Листья Но мысль Об этом Не нова Принадлежит К разряду Истин Желание Вечное Гнетет Травой Хотя бы Сохранится Она Весною Прорастет И к жизни Присоединиться Я к вам Травою Прорасту Я к вам Травою Прорасту К вам Протянуться Как почка Тянется К листу Вся в ожидании Проснуться Однажды Утром Засвести Пока ее Никто не видит А уж на ней Разогрести И сохнет Если солнце Выйдет Оно восходит Каждый раз И согревает Нашу землю И достигает Ваших глаз А я иду Уже не в небе Не приоткроет Мне оно Опущенные Тяжкой Я вам Не грустить Смешно Как о реальном Человеке А я Осенняя Трава Летящая По ветру Лития Но мысль Об этом Не на Баб Принадлежит Разряду Истин Желание Вечное Кнетет Правой Хотя бы Сохранится Она весною Прорастет И к жизни Семь Соединится Замечательная песня И какая-то пророческая И действительно Шпаликову То есть удалось Присоединиться К нашей жизни Он действительно Пророс к нам И его популярность Становится все больше И больше И вы Вот Сережа и Таня Тоже Внесли в эту лепту Сережа Я знаю Ваш репертуар И Поэтому я Просто знаю Что ваше Внимание Ковлек Давид Самойлов Один из крупных Наших современных поэтов Я считаю Ему Свойственна Какая-то Очень своя Интонация Которая Началась Счет После войны И он Очень лиричен У него замечательные Исторические баллады Существуют Это замечательный Словесный материал Жизненный материал Гражданская позиция С его поэзией Мы просто познакомились Благодаря его Книгам И пластинкам И уже Когда было много Песен написано Мы уже Потом Познакомились А вот То что вы Слушали его Скажем Пластинки Как он читает Стихи Это Наложил какой-то Отпечаток На то Как вы потом Писали музыку Или нет Вы знаете Это Очень важно Как поэт Читает свои стихи Это многое Как-то Объясняет Многое Подсказывает Иногда Идешь За ним А иногда Вопреки Вопреки Вот вы сказали Что У него Своя Интонация Это Совершенно верно Но в то же Время Как мне кажется Давид Самойлов Хранитель Традиций Восходящих Наверное К Пушкину И вот это Меня особенно Привлекает Потому что Я тоже пытаюсь Следовать Каким-то традициям Классической Русской музыки Традициям Городского Романса У Зим Бывают Имена Одна из них Звалась Наталья И были в ней Мерцание Тайна И холод И голубизна И были в ней Мерцание Тайна И холод И голубизна Еленою Звалась Зима И Марфою И Катериной И я Порою Зимней Длинной Влюблялся И Сходил С ума И были Дни И падал Снег Как теплый Пух Зимы Туманной А эту зиму Звали Анной Она была Прекрасней Всей А эту Зиму Звали Анной Она Была Прекрасней Всей Ой, хорошо Ну и еще Сказал Катриз Ельдар Александрович Мы много говорили О профессиональной поэзии Но все-таки Сергей Когда-то Начинал Со стихов Самодеятельных Авторов Нам бы Очень хотелось Чтобы в этой программе Прозвучало имя Еще одного Самодеятельного Поэта Так вот Публикацию Вспомни Звали Октябрь За 83 10 номер Ну в общем Он из самодеятельности Но прорвавшихся Да, вот если Напечатано Это уже не самодеятельность Это уже профессиональный поэт Они вот Печатают Иногда у нас Самодеятельные Вы же нас тоже показываете Сейчас Так, конечно Вот Значит Вот тоже Это из прорвавшихся Поэтов Но мы Решили все-таки Как-то Его и себя Поддержать Еще и Инструментально Поэтому С вашего Позвольную Зачем же Постепенно Раскроем Как это постепенно Это я не понимаю Это что это такое Вообще Сейчас будет Ну, Сережа Тогда уж скажу Ладно А то Эльдар Александрович Помогает Ну, здесь просто В журнале Напечатаны ваши стихи И вот одно Стихотворение Нам очень понравилось А вот этот Рояль Который вы здесь Положили себе До коленки Это как понять Как подхалимаш К ведущему Или как полное Безнадежности Безперспективное Стихотворение Которое Может зазвучать Только при помощи Этих вот клавиш Нет, вы знаете Нам Собственно Манеру исполнения Инструментовка Подсказывает Сам поэт Вот здесь Есть такая строчка Когда на сердце Ветрен И мы решили Что это может Стихотворение Может прозвучать В жанре Популярной музыки Популярной песни И здесь Конечно же Атрибуты Все Шлягера Шлягера Ну, нет Но это никто не знает Шлягер это или нет Это, как говорится Время покажет Я должен это восприять Как издевку Или как Я вот это Пока не очень понимаю Это как надежда На успех Ну, хорошо, ладно Давай, нет Дело в том Что это я уже Для телезрителей Говорю Ильдар Александрович Ни разу не слышал В нашей интерпретации Вот в такой Своё стихотворение Правда, Женя? Ильдар Александрович Да это правда Но вы не пугайтесь Ну, хорошо, ладно Это же ведь сейчас Очень много народу смотрит На пристани начертанной Не приставать не чается А волны А волны ударяются Осваивая плеча Когда на сердце ветрено То незачем печалится Нам пароход простужен И прощайно прокричат На волнах мы качаемся Под проливными грозами Ведь мы с тобой катаемся На лодке надувном Зонтом мы укрываемся А дождь сечется с розами И подгоняй эту лодочку Ветрилов раздумной Ла-ла-ла-ле Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Несёт нас мимо пристани Старинной и заброшенной Но молчаливо Помнющей далёкие года Когда с лихими свистами Толкаясь по-хорошему В ней приживались белые, холёные зубы. Начертано на пристани не приставать, не чается, А в общем очень хочется куда-нибудь пристать. Пусть будет, что предписано, пусть будет всё нечаянно, Нам вместе так естественно, так свойственно дышать. Мы в белые будки скроемся с тобой, от ливня спрячемся, Асфальт весь обрывается, здесь прежде был ворон. Нет никого тут, кроме нас, дыхание горячее, И ветер надрывается, а счастье за окном. Написано, молёвано, не приставать, не чается, А в будке у паровщика, нам зловщика, приют. Здесь дело по-любому, всё дружится, качается, И к нам ходят в этой пристани, пускай не пристают. Спасибо большое. Мне очень понравилось, просто очень. Я бы на месте всех только эту песню и делал. Я понимаю, что, конечно, это происходит в основном за счёт мелодии, За счёт инструментовки, там, слова здесь ни при чём, Но мне нравится. И действительно у вас замечательный вкус в подборе поэзии. Спасибо большое. И тем не менее, я бы хотел, чтобы мы сейчас всё-таки перешли от дилетантов к профессионалам. И чтобы вы сейчас представили какого-то поэта, у которого есть имя поэтическое. Песня на стихи ленинградского поэта Александра Кушнера. Это стихотворение называется «Времена не выбирают». Мы его всегда поём на наших концертах. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клячить и пенять, Будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится сам чудесный. Плещет тучка. Я в пять лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочь. А при Грозном жить не хочешь, не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме. Что не век, то век железный, но дымится сам чудесный. Плещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощанье. Время — это испытание. Не завидуй никому, крепкие тесные объятья. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас черты его из складки приглядевшись можно снять. Словно с пальцев отпечатки. С нас черты его из складки приглядевшись можно снять. Времена не выбирают. В них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять. Тут-то можно те найти, как на рынке поменять. Что не век, то век железный, но дымится сам чудесный. Плещет тучка. Обниму век мой, рок мой, на прощанье. Время — это испытание. Не завидуй никому. Я должен сказать, что для меня, ну я литературу вообще невероятно восхищен. Восхищен литературой, прозой. Считаю, что это замечательно могучее искусство. Но для меня стихи в чем-то выше, потому что там, где бессильна проза, начинается поэзия. Ну я, может быть, и не прав. Начинается та магия слов, звуков, аллитераций, сочетаний, размеров, рифмы, ритма какого-то, который, мне кажется, это более высокая ступень. А еще более высокая ступень — это уже музыка. Когда это перекладывается на музыку, это, с моей точки зрения, самое высокое искусство, с точки зрения эмоциональной. Потому что проза, она, так сказать, идет и в разум, и в сердце. Понимаете, стихи идут уже больше в сердце, а музыка идет только в сердце, в душу. У меня есть одна новая песня. В данном случае я бы хотел ее спеть, ну, в честь Сережи и Тани, потому что эта песня, это стихотворение называется «Музыкант» и имеет к ним прямое отношение. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять. Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, Из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Отчего ж с ней церемониться, отчего ее беречь. Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь, И вселяет в нас надежды, а остальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый к угловатому плечу, Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь не долог, Пальцы злые смычо костер, Музыкант соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели я бы жена, Справедливей, милосерднее и праведней она. Справедливей, милосерднее и праведней она. Спасибо, замечательно. Поблагодарим Балата Шаловича. Ну, а теперь, как это ни печально, Мне кажется, что наступило время, когда надо прощаться с телезрителем. Я хочу сказать вам, дорогие товарищи, Что не знаю, как вы, но я провел сегодня вечер очень хорошо В мире замечательных звуков, в мире хороших стихов. Ну, так сказать, в основном, скажем так. И мне хочется пожелать вам, дорогие Таня и Сережа, Чтобы вы по-прежнему, значит, Слушали, так сказать, жизнь. Чтобы сердца ваши были повернуты к людям, Как они повернуты сейчас. Чтобы ухо различало каждый, так сказать, звук современности, А сердце лежало на пульсе нашей жизни. И чтобы все биения наши, как сказать, и трепет наших душ, сердец, Все бы это находило отражение в ваших песнях. Спасибо вам огромное, просто огромное, преогромное. Вам спасибо, Игорь Александрович. До свидания, как это было печально, но мы прощаемся с вами. Игорь Александрович.